Дети-инвалиды могут рассчитывать на государственную поддержку. Это могут быть деньги на ремонт в комнате, где они проживают, планшетный компьютер, либо набор для школы. Последний особенно актуален перед началом нового учебного сезона. Наша съемочная группа посетила городскую акцию «Внимание! Первоклассник» и узнала все подробности. За руку с любимыми сказочными героями – Буратиной и Мальвиной. Вчерашние малыши готовятся пойти в первый класс и перед знаменательным событием получают подарки. Сын Анастасии Казаненко в этом году идет в школу. Маленькие Костя вместе с мамой не пропускают ни одного городского праздника. Они ходят в областной центр помощи семье и детям. Там узнают про праздники и социальную поддержку. В семье Анастасии два ребенка-инвалида. Я думаю, что с каждым годом какие-то улучшения есть для таких деток. И все равно какая-то помощь есть. Вы ее ощущаете? Да, есть. И в школе тоже все равно постоянно какие-то… Вот единственное, в школе бьемся за пантусы, но у нас знание как бы не предусмотрено. Старший сын девушки уже учится в 113-й школе-пансионате. Туда же пойдет Костя. Мальчик передвигается на инвалидной коляске. Подняться на верхние этажи пока помогает мама. А в средней школе это будет проблематично. Переходить на индивидуальное обучение и терять живое общение для ребенка не хочется, говорит Анастасия. В городской думе продолжают обсуждать инициативу, адаптируют все здания в Самаре, под людей с ограниченными возможностями здоровья. Так случилось, например, с 46-й школой. Это пандусы, это расширение проемов, в основном в комнате гигиены, так скажем. Это приобретение подъемников. Дальше это для категории слабовидящих детей. То есть целая система существует. Насколько бы она затратным ни была, так сказать, но мы обязаны ее реализовать, чтобы все и малые, и большие, так сказать, самарцы не испытывали трудности при посещении образовательных учреждений. Чувствовать себя комфортно не только в школе, но и дома. Дети-инвалиды могут получить финансовую поддержку по программе «Мы разные, мы равные». 50 тысяч рублей на ремонт в комнате, где они проживают. Еще один приятный бонус от программы – планшетные компьютеры. Для того, чтобы воспользоваться благами, необходимо встать на учет. Сделать это можно в городском и социальном департаменте. Чтобы получить помощь, придется подождать. Но, как правило, результат себя оправдывает, рассказывают эксперты. У нас, например, на планшету более 350 заявлений. Надеемся, что с каждым годом мы сможем все больше и больше детей обеспечить этими благами, которые каждому школьнику сейчас просто необходимы. Некоторые родители не могут себе позволить. Это должны быть малообеспеченные, конечно, родители, которые могут получить эти выплаты. Школы в этом году должны пойти больше первоклассников. Точная цифра появится не раньше середины сентября. Сейчас, даже за последние дни лета, все может измениться. Кто-то поменяет учебное заведение, а кто-то решится на переезд. Мария Левина, Василий Кладошов. События.